Привет! Э, Триборн, а у Закутуна вышел новый видосик, называется «Хорошо в деревне летом?» Нет, я его прекрасно понимаю, тоже не очень любил ездить в деревню, но давайте посмотрим, что же нам расскажет Закутун по этому поводу, так что погнали! Не знаю, может и я бракованный, но в отличие от многих ровесников, я и деревня вообще несовместимы. Видимо, я, значит, тоже бракованный, потому что вот я реально, я деревню терпеть не мог, я городской, чисто человек, потому что выезжаю на природу, мне всё, мне хочется обратно! А деревня это тоже как бы природа, да? Все мои бабушки и дедушки всегда жили в городе, так что печное отопление и подъём с первыми петухами мне были незнакомы, до тех пор, пока я не встретил её, свою жену. Да, в супруге я взял ту самую, что коня на скаку остановит и в избу горящую войдёт. Для тех, кто не понял, родилась она и выросла в деревне. Казалось бы, и что тут такого? Ничего такого, в принципе, тут и нету, как бы, ну. Сейчас же мы в городе живём, но, возможно, вы забыли про один маленький факт. У неё тоже есть родители. И они, как вы поняли, продолжают жить в деревне. Вот и получается, что сельский... Так можешь просто жену туда отвезти и сам тусоваться в городе. Профит. Жизнь настигла меня только ближе к 25 годам. А началось всё со знакомства. Наслушавшись историй о деревнях и её жителях, нашу встречу с родителями я представлял как-то так. Ну-ка. Ты чё думал, они тебя будут какими-то помоями кормить и будут такими быдловатыми? Да ладно, чё за стереотипы-то? Потому что почему здесь стереотипы? Они там едят еду, наверное, лучше, чем у нас в городе, а ты чё-то... Ну не, деревенские так не ведут себя, сто процентов. Ну, оказалось, не всё так страшно. О, я же говорю, там еда просто вкуснейшая. Вон, картошечка, курочка, пирожки, киселёк, блин, объесться можно. Люди, они добрые, простые, но с суровым нравом. Ещё бы, ведь убийство для них это обычное дело. Может вам мясо домой дать, котлетки накрутите? В принципе, можно. Ну, сейчас пойду я там свинюйку завалю, да? Почему бы и нет? Хорошо, тогда завтра с утра пойдём быка колоть. Только крепко его держи. Дядь, поём, давить опару робер сломал, просто мимо проходил. Но ты, я вижу, парень крепкий. Спокойной ночи. Спокойной ночи. После таких ужасов я точно не засну. Видимо, я уже не усну. Да, понимаю. Что ж тогда, каточку во фрифайр? Ой, нет, давайте немножечко перемотаем фрифайр. Так, так, вот. И это здесь. Отлично. Вообще, я вряд ли смог бы нормально функционировать в деревне. Я тоже. Я прямо уверен, что не смог бы. Как бы, это тяжело очень. Я крайне вообще, типа, офигеваю с людей, которые там живут. Они прямо железные. Не знаю, как ещё их назвать. Там в буквальном смысле слова, каждое утро кого-нибудь убивают. Выходишь такой на крыльцо, а мимо тебя курица без головы. Ха-ха-ха-ха-ха, помню такое. Я тогда больше не мог спать, наверное, несколько дней. Выхожу во двор, хочу налить в аички, а там курица бегает без головы. А вы пробегает. Смотришь в другую сторону, там мужики с ножами идут корову кому-нибудь закалывать. Забегаешь в дом, а там мышеловки переполнены. О, ужас, нет. Мышеловок, по-моему, у меня не было. Я их не видел там, мышей. Крысами в мусорку выкидывают. Фу, мерзость. Я вообще для этого не приспособлен. В общем, не жизнь, а сказка для живодера. Да, я понимаю, что это немного лицемерно, ведь котлетки и курочка-гриль нам всем нравится. Согласен, но, по крайней мере, мы его не видели живой, поэтому почему бы и нет. Но когда своими глазами видишь, как оно добывается, на пару недель пропадает желание есть мясо. Я помню, один раз просто с дедом пошел половить рыбки. Поймали, пришли ее пожарили. Я ее не смог есть, потому что я ее видел живой. Вот такая ее вот неженка. Да что там мясо, даже яйца и молоко просто так в деревне не получишь. Их нужно заработать. С яйцами попроще, создаешь благоприятную атмосферу для курочек, нанимаешь им охрану и в свое время собирай урожай. А вот для молока нужно каждый день трогать корову. За сиськи. Ну, что я все о еде. Поговорим лучше о том, куда она попадает после нас. Деревенский туалет. О, это самое страшное для меня было. Ехал, например, в деревню на 7 дней. И на 7 дней я забывал, что такое толчок. Ненавижу эту срань. Особенно ночью. О, да, это сосредоточение зола и всех видов насекомых. Дискомфорт, который ты испытываешь, находясь в нем, можно сравнить только... Да не с чем его сравнивать. Это просто жесть. У всех, конечно, они разные и бывают даже туалеты. Нифига себе. Деревенский толчок с телеком. Что это за деревья такая? Киберпанк, что ли? Бизнес-класса. Но те, в которых мне чаще всего доводилось бывать, просто ужасные. Сильная вонь. Ноги упираются в дверцу. Это если повезло и там можно сидеть. А насекомые. Какого черта им по приколу эта атмосфера? Сидят в говне, загорают. Про зиму я вообще молчу. Можно качку примернуть, если плохо подготовился. Да, нельзя просто так взять и сходить в деревенский туалет. К этому нужно готовиться. Зато чего у деревни не отнять, так это свежий воздух и... Свежий воздух экскрементов. Единение с природой. А, ну да. Ещё одна особенность местного населения это суеверность. Слово фольклор для них не... Да, суеверных в городе встречается много. Просто буквы. У каждого человека найдётся с полсотни страшных историй, слушая которые ты сам начинаешь верить во всякую чертовщину. Понимаю. Пошёл я, значит, за коровами на поле. По тропе лесной вижу следы копыт. Да понял сразу, что не коровы то следы оставили. Уж больно маленькие и чистят. Будто кто на двух лапах прошёл. Типа черти? Всякое слышал я про тот лес. Так. Но сразу понял. Леший это! А, леший? Ну ладно. А почему леший чистит? С каких пор леший с копытами? Ну ты, конечно, ссыкло. Меня испугался. Вы только не подумайте. Благодар цивилизации в деревне тоже имеются. Конечно. И телевизоры у всех. И мобилки разной степени крутизны. И даже интернет иногда ловит. Иногда. Два часа дня. Но для деревенских это... На одну минуту, да? И главное. Поводы попантоваться тут другие. У кого-то трактор новее. У кого-то скотина плодовитель. А кто-то может выпить три бутылки водки залпом и не умереть. Нифига себе. Вот это у него железная печень. Да, пьют там все. И практически все. Бензин. Встретить одного трезвого мужика в деревне в пятницу вечером это большая удача. Но я не осуждаю. В принципе, что там еще делать? Сиди, бухай весь день, да? Больше нечем заняться. Это молодежь еще может на дискотеку сходить. А старики... Кстати, дискотека. Ух, это вообще тема для отдельного ролика. Ну-ка. Скажу лишь одно. Если на ней пострадало меньше четырех человек, значит праздник не удался. В общем... А если пострадаешь, ты праздник удался или нет? Весело там. Но, как говорится, хорошо там, где нас нет. Нас нет. А, да, да. Все познается в сравнении. И многим просто не хочется переезжать в город. А смотря на современных городских представителей, начинаешь понимать, почему. Ну нафиг! Сам я до мозга костей городской житель. Я тоже. Понимаю прекрасно. Я не против жить в своем доме, но без скотины, со скоростным интернетом и санузлом, который находится вдоль. Я это поддерживаю. Но так как деревня теперь стала частичкой моей жизни, придется с этим мириться. И привыкать к тяжелому физическому труду, постоянно грязной обуви и... Там тюлка вот-вот разродится. Ночью роды принимаем. Не забудь перчатки подлиннее одеть. Че? Это просто восхитительно, как обычно. У Закутуна шикарный ролик, шикарная анимация с шикарным сюжетом. Мне прям все очень понравилось. Все прям попало в цель. Потому что такие же проблемы с деревней терпеть не могу. Вот такие вот дома, типа такие деревенские дома, да? Где толчок на улице, вот эта вот вся скотина, огород, вся фигня. Короче, это не для меня. Я люблю с интернетиком дома в комфорте. Короче, не знаю, не люблю я деревню. А вы пишите в комментариях, любите ее или нет. Не забывайте ставить лайки, если вам реакция понравилась. Ну и, конечно же, на канал не забывайте подписываться. Ну, с вами, как всегда, был Reborn. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok